Несколько сотен байкеров собрались здесь, на центральной площади Владивостока, чтобы официально закрыть сезон. На суд публики и коллег они представили своих железных коней. Сотни разнообразных тяжелых байков, скутеров и мопедов. Байкеры со всего Приморья были рады последнему в этом сезоне шансу вместе проехать по улицам города. Такие мероприятия нужны, я считаю, не только для нас, но и для города. Это все равно люди, я вижу очень много людей, кто не на мотоциклах с детьми ходит, смотрит. То есть наши виды за счет этого пополняются в любом случае. И мы не только просто собираемся, чтобы там прокатиться. Есть всякие разные мероприятия, то есть мы ездим по детским домам, много благотворительности. То есть с помощью этого мы просто привлекаем немножко к себе внимание, может быть даже где-то помощи, чтобы потом развивать также наш город. Для многих байк-фестиваль – это возможность продемонстрировать необычный тюнинг своих железных коней. Кто-то украсил мотоцикл рисунками, кто-то придал необычную форму пассажирскому сиденью, раме и обводам мотоцикла. Кто-то изменил движок, чтобы он рычал, как зверь. Мототусовки не имеют значения, на чем ты ездишь. Абсолютно. Даже если у тебя мотоцикл за 50 тысяч, но ты очень хороший человек, то с тобой будут ездить, общаться. А сколько этот мотоцикл стоит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это трудно назвать. Я на самом деле не покупала. Но больше, чем 300. В свои года один из самых быстрых и бодрых мотоциклов. После него выпустили уже Хаебусу как конкурента. Ну и вот дрозды Хаебуса и поныне соревнуются. Клуб «Кому за 300» их называют, потому что 300 едут. Абсолютно. Народ, когда подходит, смотрит спидометр, 320, говорит «А-а-а-а». Пофигу, что невозможно разогнаться в городе на эту скорость. Но народ ездит. Не, ну папа меня очень давно с детства катает. Но забыл о мотоцикле, потому что на работе очень сильно. Ну, долго. Поэтому он не успевает. Вот на открытие, на закрытие ездит только и все. Байкеры демонстрировали мастерство управления на специальной площадке. Здесь же проходили различные конкурсы. У Лидии сегодня свадьба. Вместе с мужем она приехала на закрытие сезона и со сцены бросила букет, за который началась настоящая борьба. На закрытии байкерского сезона побывал на своем Харлей Дэвидсон и в Рио губернатора Приморья Олег Кожемяка. Он поприветствовал приморских байкеров и пожелал всем дорожной удачи и по возможности спокойно пережить зиму без своего двухколесного коня. Я искренне рад видеть сегодня многочисленную армию любителей мотоцикла. Любителей этого прекрасного вида и спорта, и хобби. И сегодня, я знаю, здесь присутствуют байкеры и из Благовещенска, блокбайк, вот, с Якутии, с Хабаровска. Но я прибыл с Сахалина, поэтому какую-то часть принес сюда, но я здесь вижу родные лица, людей, с кем я вырос, с кем я также катался на трассах. Здесь у меня и мотоциклы, и эндуро, и прочее. Поэтому мы у себя дома, мы в кругу своих друзей. Далее несколько сотен байкеров поехали на Шамару, где продолжили отмечать окончание сезона. Димитрий Беломестный, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Димитрий Беломестный, Сергей Тулатиев.